МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою работу в эфире продолжают новости дня. В студии Наталья Савицкая. Здравствуйте. Мы расскажем о главных событиях этого вторника. В ближайшие 20 минут. Как в городе и даже лучше, в сельских школах по всей стране сегодня открываются точки роста. В Новгородской области их стало больше на 42. Одна из них начала работу в деревне Мойка. Оптимизация вкусного производства. На Новгород-Хлебе презентовали производственную линию, которую модернизировали с учетом бережливых технологий. В школе-студии имени Эдуарда Ароненко приступают к занятиям. Она начала работу в киномузее. Впереди у юных синематографистов насыщенный учебный год. Президент страны Владимир Путин в формате видеоконференции провел сегодня совещание с членами правительства и главами регионов. В первую очередь речь шла о ситуации с распространением коронавируса. Кривая статистики заражений заметно поползла вверх. А значит, соблюдение санитарных мер вновь выходит на первый план. Это подчеркнул глава государства. Второй блок вопросов касался социальной поддержки граждан в непростой период. Одним из успешных примеров стали соцконтракты. В этом плане Новгородская область уже накопила неплохой опыт. Как мера поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальные контракты используются с 2013 года. Но только после введения федерального финансирования проект получил общероссийские масштабы. А в 2020-м, когда коронавирус спровоцировал значительный рост безработицы, соцконтракт стал весьма эффективным рычагом преодоления бедности. В этом году регионы получили 7 миллиардов рублей по этой программе, в числе наиболее успешно освоивших этот федеральный транш и наша область. Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также Новгородской области. И мы действительно видим на сегодняшний день реальные результаты этой работы. В дальнейшем область использования этого социального инструмента будет расширена, а административные барьеры сняты. Особенное внимание правительство рекомендует уделять тем, кто планирует направить полученные средства на организацию личных подсобных хозяйств. Конечная цель, чтобы люди, вот как в случае, о котором рассказал Боричалов, в этом селе в Удмуртии, могли деньги зарабатывать и семьи кормить. Вот конечная цель. На данный момент более 70 тысяч семей смогли поправить свое финансовое положение благодаря таким антикризисным мерам. В следующие три года на заключение соцконтрактов предусмотрено более 116 миллиардов рублей. Правовую оценку зверством нацистов в Батецкой деревне Жестяная горка предстоит дать Солецкому районному суду. По поручению Генеральной прокуратуры, региональное ведомство готовит заявление об установлении факта геноцида. Информация об этом сегодня появилась на официальном сайте Генпрокуратуры. Уже установлено, что в 1942 году для массового убийства советского мирного населения немецко-фашистскими захватчиками была сформирована тайль-команда полиции безопасности и СД, куда входили более 20 человек. Руководили группой австрийские и немецкие офицеры. Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал-герцог Курт. В декабре 1947 года военный трибунал Ленинградского округа признал его виновным и приговорил к заключению на 25 лет. В 1942 и 1943 годах в Жестяной горке бойцы тайль-команды расстреливали, пытали и истязали мирных граждан, военнопледных солдат и офицеров Красной армии. Жертвами карателей стали не менее 2600 человек. Исполнители преступлений до сих пор не понесли никакой уголовной ответственности. Правовая оценка их зверствам дана не была. Согласно Конвенции ООН, военные преступления и преступления против человечества не имеют срока давности. Чтобы события в Жестяной горке были юридически признаны геноцидом прокуратурой Новгородской области, будет направлено заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Его рассмотрит Солецкий районный суд. Новгородский районный суд сегодня поставил точку в деле блогера Владимира Львовского. Подозреваемый в шантаже утром выступил с последним словом, а после обеда прозвучал и приговор. Я не виновен в предъявленных мне обвинениях. Голос на этом видео принадлежит Владимиру Львовскому. Сегодня его последнее слово перед судом было настолько коротким, что наш оператор даже не успел развернуть камеру в сторону подсудимого. Напомним, в сентябре 2018 года Владимир Львовский был задержан сотрудниками полиции при получении денежной суммы, как полагает следствие, за неразглашение компромата в отношении Артема Горелова, на тот момент кандидата в депутаты. За свое молчание блогер требовал 70 тысяч рублей. Санкция ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Стороной обвинения в ходе судебных премий предложено назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с основанием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Во второй половине дня судья вынесла приговор. Львовский признан виновным. В результативной части прозвучало и наказание. Судья озвучила срок реального лишения свободы на полтора года, но потом добавила. В соответствии с частью 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации заменить Львовскому Владимиру Михайловичу наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 15%. После услышанного вердикта Владимир Львовский признался, что пока не может сказать, согласен ли он с решением суда и будет ли он его обжаловать. Ему нужно время, чтобы подробно ознакомиться с содержанием приговора. По всей стране сегодня открываются точки роста. Современные образовательные центры в сельских школах дают ученикам новые возможности для изучения современных дисциплин. В Новгородской области в этом году созданы 42 такие площадки. Татьяна Баркова побывала на одной из них в деревне Мойка Батецкого района. Практически все здесь сделано руками учителей. Они сами клеили обои, красили стены и обустраивали центр на протяжении летних каникул. Теперь в простой сельской школе, где количество учеников не превышает и сотни, можно научиться управлять квадрокоптером, спасать людей. В этом поможет специальный манекен, а не сосед по парте. Очутиться в виртуальной реальности. Или банально поиграть в шахматы. До появления точки роста не было и такой возможности. Когда они вошли, это было просто вау. Они все ахали, охали, трогали все оборудование, пытались все попробовать. Они потом в восторге, было невозможно вести урок, потому что они обсуждали все это активно и бурно. И, конечно, я думаю, что, наверное, даже повысится успеваемость. В таком красивом и современном месте хочется учиться. Центр образования – отныне самое популярное место в школе. А главный вопрос у детей – когда мы снова пойдем в точку роста. В нашей сельской школе был необходим этот центр, потому что он дает большие возможности для образования новой школы. Это путь к новому образованию. И точка роста в этом как раз нам поможет. Любой ребенок может найти себе занятие по душе. Благодаря новому образовательному центру сам процесс обучения вышел на новый уровень. А в программе появились новые предметы. Например, робототехника. Раньше в МОКе об этом и мечтать не могли. А сегодня семиклассники вовсю работают с беспилотниками, управляемыми с телефона. Первый раз запускал? Нет, уже запускал. А когда ты запускал? Мне покупали маленький такой. То есть ты уже опытный? Да. Не сложно было сейчас? Нет. Легче, чем на пульте. На создание нового центра образования на базе Мойкинской школы ушло порядка полутора миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В этом году в Новгородской области открыли 42 точки роста. Из Батецкого района Татьяна Баркова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Безопасность детей в сети стала главной темой разговора за круглым столом, который инициировали эксперты образовательного центра «Феникс». Их проект «Территория безопасного интернета» был поддержан фондом президентских грантов. Но, как оказалось, серьезность проблемы не до конца осознают даже родители школьников. Предоставить ребенка на воспитание улицы или дурной компании – вот что пугает родителей. Но времена изменились, и большинство опасностей поджидают школьников не за пределами дома, а в их телефонах и планшетах. Об этом говорят эксперты, которые работают с пострадавшими детьми. Статистика преступлений показывает, что существует и преступление против детей в сети интернет, и детская преступность, детско-подростковая преступность в сети интернет. Дети часто переходят грань возраста уже подросткового, вступают в юридическую ответственность и даже не понимая, что они совершают преступление. Здесь речь идет о распространении запрещенного на территории России контента. Школьники по глупости и незнанию могут попасть в такие сети, из которых им самостоятельно будет не выпутаться. А ведь в интернете, помимо сомнительных групп, обитают взрослые с самыми недобрыми намерениями. Родители не знают, какие опасности там могут подстерегать его ребенка. А плюс сами не совсем, можно так сказать, компетентны в том или ином вопросе, то нужно обязательно заниматься правовым просвещением как детей, так и взрослых. Первый шаг – это установка программ родительского контроля. Но волонтеры при подготовке к разговору за круглым столом выяснили, что из 150 опрошенных родителей только трое пользуются такими приложениями. Остальные просто не знают, что делают их дети в интернете. Для родителей, педагогов и детей до конца года будут проведены мероприятия, где будут даны практические рекомендации для безопасной работы в интернете. Именно этот проект стал победителем в конкурсе президентских грантов и был признан одним из социально значимых в работе с детьми. Депутаты Думы Великого Новгорода сегодня собрались на очередное заседание. Доклад представителей мэрии о ходе капремонта Колмовского моста озадачил парламентариев. В администрации не исключают, что контракт с подрядчиком может быть расторгнут, если тот не устранит выявленные нарушения. Бурные споры вызвал и проект памятника жертвам политических репрессий. Но обсуждение бюджетных вопросов на этот раз прошло спокойно. Один из первых вопросов в повестке заседания касался как раз городской казны. Если точнее, то парламентариям предлагалось утвердить отчет по исполнению финансового документа за прошлый год. К моменту рассмотрения этого вопроса он уже получил положительное заключение счетной палаты. Бюджет исполнен в сумме 5 миллиардов 999 миллионов рублей или 96% к плану по расходам. В сумме 6 миллиардов 358 миллионов рублей, что составляет 98% к плану. Дефицит бюджета не превысил установленный законодательством уровень. На этом заседании в раздел «Разное» было внесено сразу пять вопросов. Один из них был посвящен капитальному ремонту Колмовского моста. Внимание депутатов вызвала ситуация, когда в начале месяца подрядчику была отправлена претензия по качеству уложенного асфальтового покрытия. По словам представителей администрации, он уже устраняет недочеты, но пока этого не видно. Также и сегодня депутаты определились с названием водоемов в северной части города. Они все же будут называться чистыми прудами. Название было отвергнуто топонимической комиссией из-за явной ассоциации со столичным объектом, но поддержав этот вариант, парламентарии прислушались к мнению местных жителей. В цехах «Новгород хлеба» журналистам сегодня показали идеальную продукцию. Весь процесс выпуска был оптимизирован и отлажен с учетом бережливых технологий производства. Как это отразится на качестве и цене продукции, выяснила Наталья Хмелева. Если кто не знает, как пекутся булочки с маком, то начинается все здесь. Небольшая линия, четыре сотрудника и аппетитнейший запах свежего теста. В принципе, все как обычно, но эти люди знают главный секрет. Как изменилась линия производства за последние месяцы? У нас раньше просто стояло все, а теперь у нас все лежит четко подписано. Когда вы заметили, что есть результат? В чем это выразилось? Выразилось тогда, когда меньше времени на производство данной булочки, и когда очень хорошо вопрос заказа данной булочки. Изначально мы выпускали где-то 150 тысяч, сейчас мы выпускаем 1100-1100. И это за шесть часов. Никакого волшебства, лишь последствия реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Новгород Хлеб» вошел в число 13 новгородских предприятий, пересмотревших подход к производству. Сначала люди не верили, и в этом, рассказывают специалисты рабочей группы, главная проблема внедрения бережливых технологий. В первую очередь сложно поменять сознание людей, чтобы люди начали обращать на те потери, на те материальные ценности, которые лежат под ногами. А конкретней? Например, то время, которое тратят сотрудники предприятия на простое ожидание продукции. С этим и работают. Переставляют машины, четче распределяют обязанности, отрабатывают коммуникативные навыки. Последним здесь занимаются в административном корпусе. За полгода планерки у информационного стенда уже стали привычным делом, рассказывают представители завода. Самый важный блок, который мы обсуждаем каждую неделю, это выполнение плана продаж и выполнение заказов. Это блок исполнения заказов. Также мы раз в две недели собираемся в более укропненные группы, обсуждаем условия корпоративной культуры. Вот так и перестраивается производство. Правда, на цене это не скажется. Затрат слишком много разводят руками руководству предприятия. Впрочем, национальный проект – это не только технику местами поменять. Особенное внимание уделяется работе с персоналом. И в первую очередь – обучению. Национальный проект позволяет им учиться как в Москве, так и в Новгороде. Наиболее успешные ученики программы лидера производительности отправляются на стажировки за пределы нашего субъекта, в другие субъекты, на заводы. И за пределы Российской Федерации смотрят тоже передовые производства. А еще на базе Новго за счет федеральных субсидий создается фабрика процессов, тренинговые курсы, повышение квалификации. Обучаться там смогут сотрудники любого предприятия. Вот такие перемены. Пожалуй, осталось ответить на еще один немаловажный вопрос. Как сказались новшества на вкусе продукции? Ну, знаете, очень даже ничего. Наталья Хмелева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Школа молодежного актива Новгородской областной федерации профсоюзов собралась на осеннюю сессию. Собеседником представителей трудовых коллективов стал руководитель федерального объединения Михаил Шмаков. Максим Широковских расскажет, о чем шла речь. Первой частью программы школы молодежного актива Новгородской областной федерации профсоюзов стала встреча с руководителем Всероссийской организации. Участники, а это около полусотни представителей трудовых объединений, в течение нескольких часов общались с Михаилом Шмаковым на самые актуальные темы, главной из которых все же была деятельность профсоюзных организаций. Поддерживает ли лично вы и Федерация независимых профсоюзов России тот подход в законодательстве, который имеется сейчас у нас, и в частности, что касается, так сказать, актуальных событий, это внесение изменений в Трудовой кодекс. Нам нужно построение нормального правового государства, что у нас и происходит, и в этом отношении. Вот, в принципе, законотворческий процесс, который сегодня у нас идет, его можно приветствовать. Но приветствовать в чем? В методике его организации и обсуждения всех законопроектов. Участники встречи подробно разобрали плюсы и минусы коллективных договоров. В нашей стране и за рубежом поговорили о работе российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Кроме того, из зала звучали вопросы про индексацию заработной платы. Нашлось место и теме формирования законов, связанных с правами работающих граждан, а также тех, кто уже вышел на пенсию. Хотелось бы уточнить, какие есть подвижечки, может быть, как-то вернуть в пенсионный возраст на тот уровень, который он удалось. Если цивилизация и жизнь будет развиваться так, как она развивалась последние 50 лет, когда растет продолжительность жизни, то пенсионный возраст будет увеличиваться. Затем участники школы продолжили работу уже в формате фасилитационной сессии, где активисты обсудили проблемы в сфере информационной политики, способы повышения навыков председателей первичных профсоюзных организаций. Там же были выработаны пути достижения поставленных задач. Они будут проанализированы на региональном уровне, и лучшие из них будут реализованы. В следующий раз школа молодежного актива Новгородской Федерации профсоюзов пройдет в декабре и примет участников уже со всей области. Максим Широковский, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение. Первый урок прошел сегодня в школе-студии имени Эдуарда Раненко, которая открылась в Новгородском киномузее. Впереди у будущих кинематографистов изучение азов искусства, знакомство с оборудованием и технологиями производства фильмов. Я занимаюсь актерским мастерством. Я ездила на гастроли по всем городам Великого Новгорода. Я снималась в массовке. А еще Дарья умеет снимать небольшие видеоролики. Правда, на телефон. Один из таких она и прислала на кастинг в киношколу имени Эдуарда Раненко. Мечта Даши стать актрисой. Для этого, по ее мнению, недостаточно уметь работать в кадре. Как минимум, нужно освоить языки на съемки, научиться хитростям монтажа или искусству грима и костюма. Все это вместе с остальными ребятами она будет постигать на протяжении года. Наша киношкола будет отличаться от многих. И в первую очередь это своей исторической основой. Мы все-таки в киномузее, поэтому у нас есть на чем показать, как делалось кино, как создавалось. Вот этому будет уделено много внимания. Благодаря президентскому гранту к работе в киношколе привлекли действительно интересных людей, преподавателей из разных сфер и городов. Занятия для ребят, хоть и содержат много теорий, будут совсем не скучными. В форме интерактива им расскажут об особенно важных деталях всего кинопроизводства. Они должны научиться понимать, какая музыка где должна и какие функции она несет. То есть, для чего музыка нужна в кино? Для того, чтобы создавать определенные настроения и атмосферы. То есть, передавать через музыку тоже какие-то эмоции героя. Помимо теорий, конечно, будет и практика. Работа на новом современном оборудовании, выездные съемки и даже экскурсии на настоящие съемочные площадки. А также общение с актерами и профессиональными операторами. Для обучения ребят будут задействованы все помещения киномузея. Например, заходим в комнату кинолюбителя 60-х годов. В этом антураже, где множество старинных экспонатов, ребята будут снимать про них фильмы для фонда музея. В перспективе киношколы создание детско-юношеской киностудии. Ребята, которые проявят себя ярче всего, продолжат обучение там. Студийцы, уже имеющие начальные знания и сертификат, подтверждающий окончание школы Раненко, будут снимать фильмы уже более высокого уровня и участвовать в кинофестивалях. Кстати, для тех, кто хочет проявить себя в искусстве и раскрыть свой талант, есть еще несколько мест. Обучение бесплатное. Анна Окладникова, Галуст Гивандян. Новости Новгородской областной телевидении. Новая Валдайская набережная Поляна Сказок начинает жить полноценной культурной жизнью. Сцену в выходные захлестнула первая песенная волна. Артем Забралин побывал в зрительном зале под открытым небом. При виде такого пейзажа душа поет. Поэтому лучшего места для проведения вокального фестиваля просто не придумаешь. Так решили и организаторы Валдайской волны. Несмотря на то, что фестиваль развернулся на современной набережной, зрители окунулись в историю. Ведь со сцены звучали номера, которые могли бы здесь исполняться и сотню лет назад. И несла на пирог с порогом еще курочку жареную, три бушину переваренную, твои яичка в спяточку и баранью лопаточку. Выступления в жанре народного, эстрадного и академического вокала захватили внимание зрителей до самого финала шоу. Но музыка – это лишь одна из граней Валдайской волны. У каждого исполнителя тематический костюм, а за каждой песней своя история. Эту песню собрали в экспедиции. Когда ездишь по экспедиции, собираешь материалы. Эту песню исполняли бабушки. И мы являемся именно теми носителями традиций. За гран-при фестиваля боролись коллективы и солисты в трех разных возрастных категориях от 15 лет. А жюри оценивали не только исполнительское мастерство, но и нюансы техники, артистизма и даже имиджа участников. Непростая работа, ведь список исполнителей впечатляет. Сегодня собралось достаточно много участников, 40 номеров. Вся область сегодня здесь Новгородская. И плюс еще, как я уже сказала, Тверская область. Такой фестиваль отличается от других фестивалей тем, что он всегда будет проходить на набережной нашего замечательного Валдайского уровня. То есть под открытым небом. Вокальный конкурс оценивала команда профессионального жюри. Причем система голосования была открытой. То есть каждый участник мог ознакомиться с протоколами судейской коллегии. Главный приз фестиваля «Кубок жемчужины Валдайской волны-2020» был вручен коллективу «Весна» из города Боробичи. Из Валдайского района Артем Забралин, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. У меня на сегодня все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Тему для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале «Новгород Тиви Ньюс». О погоде через несколько секунд я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»